И снова всем привет! Вы на канале Trophy RC. В сегодняшнем выпуске у нас снова этот красавец. Это Toyota Fiji 40 от компании RC4WD, которую я полностью переделываю. Петли открывающиеся, капоты, двери и так далее и тому подобное. А в сегодняшнем выпуске мы поговорим про двери, как они будут реализованы и как я реализовал заднюю дверь. Точнее задние двери. Ну что же, не будем терять ни секунды, погнали! И начну я скорее всего с передней двери. А вкусненькое оставим на закусочку. Это будут у нас задние двери, потому что там не все так легко и просто, как кажется на первый раз. Поэтому понеслась передняя дверь. Передние двери будут так же реализованы, как и задние, на вот таких замках. Они открываются, закрываются. Все четенько. Будут эти замки располагаться в штатных местах, там где они и должны быть. Они немножко не похожи на оригинальные. Вот я вставлю здесь, как выглядят оригинальные. Потому что минимализм не позволяет сделать короткий ход самой щеколды. Вот я начал здесь отпиливать, я ее потом отпилю, чуть-чуть покороче. И потом здесь немножко доставится пластика. Будет дверь немножко побольше. Ну точнее, карта двери будет полноценная. Не так выразился. Это то, что касается замков. То, что касается передних стекол. Здесь я пошел другим путем. Здесь нельзя реализовать полностью опускающееся окно на веслах. Поэтому я пришел к более рациональному решению. И стекла у меня будут вставляться сверху в карту. И будут разные. Полностью стекло, половинка и совсем чуть-чуть. Дабы был эффект открытого окна. Просто вытащил через верх. Через верх вставил. И все. Переднее стекло я сделаю поворачивающееся. Потому что тут в оригинале форточки. Вот тут если найду, вставлю. Весло сделаю полноценное. Чтобы оно крутилось. Или просто было оно более копийное. На этом с передними дверьми все. И перед тем, как я начну. Маленькая вставочка такая. Кто не смотрел мои предыдущие выпуски. Советую перейти на канал и посмотреть. Очень много всего интересного. И по этой модели. И по предыдущей модели. Которая у меня была. TRX4 Defender. И модель, которая у меня будет. Это Boom Racing BRX02. Буду с него делать копийный Camel Trophy. Так что переходите на канал. Много всего интересного. А сегодня про эту модель. Вкратце расскажу. Что когда ее получал. Даже перед тем, как ее получить. Я знал, что я буду ее полностью пилить. Переделывать. Делать капот. Делать передние двери. Задние двери. Ну насчет задних дверей сомневался. Но все таки сделал. И получилось это довольно таки круто. Как по мне. Поэтому кто хочет. Досмотрите этот выпуск до конца. Там будет в конце самое интересное. Давайте чуть-чуть уделим внимание капоту. Он вот так открывается. И получается шикарнейший доступ. В моторный отсек. Вот так это выглядит сверху. Здесь будет мотор. Здесь будет серва. Будут подкрылки. Я их сделаю. Будут скорее всего металлические подкрылки. А не пластиковые. А может и пластиковые. Еще не знаю. Сверху хочу сделать фальш мотор. Потому что здесь мотор расположен не по центру. И одеть туда какой-то лжемоторчик. Типа такой какой-то аликовский. Не получится. Поэтому придется делать какой-то фальш мотор. Из 3D печати. Или не знаю еще из чего. Может сам буду делать без понятия. Это вкратце про подкапотное пространство. Крепиться здесь это все будет на вот таких вот замочках. Все будет копийненько. Все будет закрываться, открываться. Все супер. Перейдем к передней двери. Итак, передняя дверь. Передняя дверь у нас тоже открывается на замках. Эти замки у нас фальш замки. Они никакой функции не несут, кроме эстетической. Поэтому. Но они тоже могут и открываться, и закрываться. Но опять-таки это больше эстетика. И какая-то минимальная копийность. Передние двери на петлях. Они полностью рабочие. Сделано так, что немножко вот когда дверь закрывается, здесь она ловит упор. То есть вы закрыли дверь, закрыли на замок. И за счет трения она держится. Ну замок там на пружинке, конечно. Это я сделал позже. Дверь я сделал раньше гораздо. Не знал, что будет так. Я думал, что будет вот так сначала. Вот такой замок. Просто на пружинке. Будет все как-то попроще. Но хочется копийности. Поэтому. Так же как и задние двери. Передние двери будут реализованы на копийных замках. Немножко вставлю по заднему окну. Оно будет половинчатое. Ну точнее две трети, одна треть. Оно будет цельное. И тут будет открываться форточка. Тоже будет так копийненько. Мелочь, а приятно. Итак, перейдем к самому вкусненькому. Это задняя дверь. Она завершена сейчас на 100%. Остались какие-то мелкие шкурные вопросы, так сказать. Шпаклевочные вопросы. И покраска. Но это вместе с кузовом уже. Ух ты, кошачья шерсть. Так откроем. Замочек этот полностью фунциклирует. Об этом я снял рилс. Можно открыть с этой стороны. Можно открыть с этой стороны. И задняя дверь вторая. Открываем. Вот так вот сниму вид с внутренней части. Со стороны водителя. Замочки все фунциклируют. Все открывается. Это раз замочек. Это два замочек. За счет пружинки он возвращается все время в свое исходное положение. Не совсем еще этот механизм разработан, но работает норм. Будет помягче, когда разработается. Так закрываем. Не совсем удобно мне тут, конечно, снимать. Так все, модель обнимать приходится. Раз замочек. И два замочек. Здесь сделал такой специальный упорчик, чтобы ничего не болталось. Вот этот. И дверь четко закрывается. Да, есть огрехи в виде вот как вот здесь. Там большая щель. Есть такие моменты, допустим, это выпирает чуть-чуть. И вот здесь выпирает тоже чуть-чуть. Но эти моменты я даже убирать не буду, потому что так даже антуражнее будет смотреться. С этой стороны все будет ровно то же самое. Тоже будет форточка. Тоже будет открывающаяся дверь. Будет тоже весло. Ну, точно так же, как и по той двери. Здесь немножко увеличил пространство для ног водителя. Вот так это все выглядит. Чуть-чуть вырезал. Увеличил. Теперь водитель четко садится. Водитель у меня 1.9 или Копс. Вот такая вот фигурка. Теперь здесь все очень для него четко. Впереди еще очень много работы. Но основная по выпиливанию дверей и вот этих замочков завершена. Все остальное будет, мне кажется, гораздо-гораздо легче. Ну что ж, а кому было интересно, подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие ролики. Там еще больше информации. Всем спасибо. Пока.